На Воронежской земле в шести километрах от Нового Макарова Грибановского района был основан Серафим Осаровский православный мужской монастырь, который не имеет многовековой истории. Ранее на месте монастыря находилась дворянская усадьба, героя Кавказской войны генерала Соловцова. Высочайшим повелением императора Всероссийского Николая II ему было пожаловано в Тамбовскую губернию это имение. Сейчас это Воронежская область. От усадьбы Соловцова ничего не осталось, кроме векового парка и прудов, которые сейчас за рыбами. Усадьба стояла вдали от села, здесь было несколько домов, которые скорее всего разобрали после революции. Здесь остался небольшой вал и канавка, очень напоминающую Дивеевскую. Создание обители началось с сентября 1995 года, когда администрация Грибановского района передала участок земли. Первые насельники появились здесь в 1996 году. Они жили в вагончике. Осенью 1996 года осветили место и закладной камень. А в августе 1998 года осветили храм Серафима Саровского. А в 2004 году был освящен еще один новый храм, летний, в честь святых царственных мучеников. В километре от монастыря у дороги Саратов-Воронеж небольшая часовня в честь святителя Николая Чудотворца и поклонный крест с надписью «Сим победиши», что в православно-христианской традиции лозунг утверждает всепобеждающую веру в Христа. Вековой лес напоминает Саровский бор, где жил угодник божий батюшка Серафима. Под густой сенью лип небольшой домик, копия ближней пустыньки преподобного Серафима. В монастыре имеются два подворья. Церковь введения во храм Божьей Матери в селе Братке Терновского района. И в храме покрова Божьей Матери в селе Малая Грибановка. Огромному кирпичному храму покрова Божьей Матери в Малой Грибановке 114 лет. В храме нет тепла, в окнах нет стекол, кровля обветшала, но внутри все прекрасно сохранилось. Иконостас из красного дерева и росписи, сделанные по эскизам фресок Московского храма Христа Спасителя. В Новом Макаровском монастыре имеется пасека, зарыбленный пруд, огороды и цветники. В обители находится святой источник, известный с давних пор и считающийся целебным. В 2005 году был освящен новый источник и купель в честь иконы Божьей Матери, неупиваемая чаша. Божьей Матери в Малая Грибановке 114 лет. Поздравляю всех с Рождеством Христовым, желаю здоровья, долгих лет жизни и исполнения всех желаний. С праздником! Прикольная! А вот пасека! А это улик, кстати!